К мысу радости Все равно, где бы мы не причалили Не поднять нам стало ресниц Субтитры подогнал «Симон» В 1981 году в Минске издательством «Беларусь» Свет был выпущен фундаментальный альбом «Белорусская народная одежда» Возможно, широкими кругами общественности это событие не было замечено Но для этнографов, этнологов, всех тех, кто занимается историей белорусского народного костюма Историей ремесел, промыслов, вообще народной национальной культуры Это было событие И самое главное, в СССР такая книга была издана впервые Он был счастлив и горд Автор этой книги, человек, который всю свою жизнь посвятил изучению истории белорусского народного костюма И всего, что связано с такими понятиями, как народное творчество и народное искусство Его научная и творческая деятельность Это явление уникальное И в первую очередь потому, что в ее основе Его талант и его любовь Любовь к своей земле, к своему народу, к его истории И без этой любви он бы не состоялся как личность и человек И без этой любви он бы не совершил то, что совершил в этой жизни Он ученый, художник, педагог Михаил Романюк КОНЕЦ Про Михася Романюка казать верьми приемно и довольно тяжко Тяжко тому, что голос этого человека, он чувствуется Я его являю в этих стенах в Академии Для меня это наибольший наставник Развели калитары слова, но так само не все Когда я его разглядать как человека, откинувши некие регалии, профессора, кандидата наук Он любил и умел слухать Это были некие педагогичные уроки И он дозволял нам в ней отчуть свою некую правильность По своей цикавности в разговоре И он слухал, и нам сдавалось, что для него это очень интересно И мы не поднимались Мы росли, молодые выкладчики на кафедре истории и теории мастерства Мы поднимались Его была позиция И он не был человеком, представником некой шеростей И он вокруг себя завсёды любил бачить людей так само талиновитых Ему тяжко было знаходиться в оточенне просто бюрократов Цих людей, які имитуют сталинты Он любил людей простых, с одного боку А с другого боку любил и вельми талиновитых, чувых людей И он завсёды так сказал Я хочу добро глядеться на добром фоне Человек был опантанный Я николи не памятусь з его устного якихта жорсткостей Хотя он довольно шмат покутывал Неких выказываний на конт ягот И сумнений в его науковой квалификации Их гипотезы И он вельми переживал за это Но николи не спынялся Это так само был один заголозный Только наперд Для меня это человек сучасный При всей этой цикавности До старожитных досягнений Беларуской культуры И он цыкаился сучасным мастастом Сучасным мастастом в Беларуси Он был коллекционером И его шмат творов Тых людей, которые зарабили славу Беларускому сучасному мастасту И он вельми тонко, докладно Разбирался в этих пытаниях И для меня этот человек Вот той синтез цикавости до традиции Уже слово, якое сегодня не вельми Шановится новаторство Але я в певном сенсии Это был авангардист Моих пытаним беларуской культуры Яке и сегодня не стратили свою актуальность Моих пытаним беларуской культуры Все, что он сделал и совершил В своей короткой жизни Казалось бы, одному человеку Совершить и сделать невозможно Но он смог Он успел Не все, но главное Если говорить о том Что он оставил нам То я еще раз хочу подчеркнуть Что его творческое И научное наследие Многообразно, уникально и бесценно Он был кандидатом искусствоведения Профессором Заведующим кафедрой истории и теории искусств Этнографом, этнологом Великолепным преподавателем Его знали и любили И говоря о его наследии Конечно, в первую очередь Следует отметить Великолепные книги по истории Народного белорусского костюма Огромное количество Научных публикаций Более двухсот Огромное количество Этнографических Уникальных единиц Их более ста тысяч И огромное количество Путевых заметок Десятки томов Надо вспомнить и о том Что он был создателем Журнала Мостатства Беларуси Руководил им с 82 по 84 годы По его эскизам Сделаны костюмы для артистов Народного хора имени Геннадия Цитовича И государственного ансамбля танца Он был инициатором и создателем Серии почтовых марок Белорусский народный костюм Еще об очень важном следует вспомнить Об его лекциях Которые он читал студентам Белорусской академии искусства Он это делал блестяще Интересно И его бывшие студенты Вспоминают об этом Как он это делал Его эскизы народных костюмов И театральных Находятся в фондах Музеев Беларуси и России В коллекциях В США, Канаде, Нидерландах Италии, Франции И других странах Все, что он нашел Собрал, сохранил Отреставрировал Всего этого В большинстве своих случаев Уже не существует в нашей жизни Но это наша память Наша история И свидетельство таланта Белорусского народа Вот ради этого Он работал и жил Михаил Федорович Романюк Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Федорович Михаил Федорович И он не мог у всех Запалить своей энергией И он был вельми накерованный На свою профессию Вельми любил яе Была такая сдольность у яго Сабрать вокруг себя Людей, мастаков Однодумцев Мог их запалить Гэтой своей энергией Энергией человека Який любит свою землю Подымая наше народное мастацтво И он нам казал Девчаты Не сядзите У майстерню своей Не сядзите В аудитории Идите До людей Едзите У Вески Пакули Живые Наши бабули Пакули У них У куфрах Ёсь Такое Багацтва Постилки Ручники Едзите Глядзите Глядзите Берите Мацайте Это руками И на основе этого Стварайте Свои творы Мастацтва И он Вельми Умел Контактовать С людьми Мог так Поставить Справу Что Открывались И куфры И шафы И оттулю Все костюмы Якие были Постилки Ручники Бабули Нам усе Паказывали Не только Дозволяли нам Это все Помазать Але И опрануть Все это Михаис Федорович Сдымал И он Без конца Сдымал Коли У экспедицию Он ехал У его Было много Аппаратуры Мы так само Фотоаппараты Все тянули С собой И он Вот так Затекавливал Его энергия Передавалась И нам И он Стоит Я Вер Тонки Высоки И Свет Вер Черт Тонки Высоки Тонки Высоки Весе Кудравой Святые Вечерны Весе Кудравой Михаис Федорович Романюк Был Выдатным Наставником И Маючи Великий Житцовый И профессийный Опыт И он Умел Донести Его До Студентов А кроме того И он был Выдатным Фотографом Практично Усе Публикации С Моими Работами Это все Сдымки Михася Федоровича Романюка На Одним С таких Сдымков Який Зараз Вот Есть у меня У майстерни Михася Федорович Разом С нами С Владимиром Кривоблодским И Со мной На Фоне Рабочей Модели Помника Скарыни Я Трымаю В руках Подарунок Михася Федоровича Романюка С его Надписом Олесику Дранцу С шчирой Сардечной Удячностью Запомник Франтишку Скарыни Який Спадяюся Буде Жить Завжды На Радзиме Менск 29 10 94 Года Гэти Надпіс Был Зроблены У Майстерни Михася Федоровича И Калі Казаць Про Помник Франтишку Скарыни Який Зараз Установлены Каля Будинка Національной Бібліотеки Безумовна Частка Ягонай Энергії Таксама Присутніча У Гэтай Праці Завжды Я Успамінаю Михася Федоровича З Цепленёй Яго Творчасть І Наукова Деяність Стала Основой Для Многих Поколений Наших Мостаков Мостаков Михаил Федорович Романюк родился 3 января 1944 года в деревне Ковали Брагинского района Гомельской области. Он был четвертым ребенком в семье. Его отец погиб на фронте, так и не увидев своего сына Мишу. В 1952 году мать с детьми переезжает в деревню Старинки Дзержинского района, где Миша заканчивает школу семилетку, а потом поступает в Минске в технологический техникум. Он хотел быть конструктором-модельером. С 64 по 71 год он учится в Белорусском государственном театрально-художественном институте. С 70-го в этнографических экспедициях. В 75-м он кандидат искусствоведения, в 78-м член Союза художников СССР. А в 1995 году профессор кафедры истории и теории искусств Белорусской академии искусств. В его жизни до самого последнего ее года, 1997-го, нельзя выделить какой-то особый или особенный период. Все периоды его жизни были особыми и особенными. Он работал в журнале, преподавал в Академии искусств, ездил в этнографические экспедиции, командировки, поездки, принимал участие в книжных выставках в Минске, в Москве, в Вильнюсе. Работал с народными мастерами. В 1981 году организовал выставку «Белорусский народный костюм». Она с успехом демонстрировалась в Париже. А в 1996 году в Национальном художественном музее Беларуси была открыта персональная выставка его работ. В ней были представлены более 100 уникальных костюмов из разных регионов Беларуси 19-20 столетий. Он все знал, все умел и все успевал, потому что по-другому он бы жить не смог и не умел. Для меня мой батька Михася Романюк был не только батьком. Был мой наставник, мой однодумца и навод мой коллега. С самого детства, когда мне еще было 7 лет, он брал меня с собой в этнографичной экспедиции, по которой мы ездили разом. Я ему не одной, чем доставлял шмат проблем, потому что, как обычно, умудрялся захвореть подчас экспедиции, валялся где-нибудь на сиденье автобуса. Мой батька меня доглядал, я им перешкоджал, а лет им не меньше, он каждый раз брал меня с собой в экспедиции. Таким чином привучил до этнографии, до белорусской народной культуры. До того, чем займаюсь я, кажутся про людей европейских, что вот туда приезжаешь, там все такие люди улыбчивые, приветливые, витаются с тобой, навод незнайомыми. Так я хочу сказать, что это было навод уластиво белорусам, бо мой батька был таким. И он завжды с каждым человеком, с наемом, в экспедициях с каждой бабкой на улице, он обовязково витался, улыбался. Был сгустком становчей энергии, як таки промень соник. Размовлял с людьми, допомагал людям. В экспедициях мы где-нибудь ночевали в хатах, бабки записывали наш адрес, телефон, и после телефоновали с якими-то своими самыми, ну, такими дивными бывало проблемами, але завжды старался им допомогти. Ацюль из города. Михай Романюк народился под час войны. Батька был молодшим, четвертым дитем. Моя бабушка засталась одна, уже с тремя детьми, яких в той час было, ну, вельми складано гадавать, бо она на огол была одна кормить, доглядать. И вот я ведаю такую семейную легенду, што и она навод зарабила спробу народными методами пазбавиться ад яго, деля життя трех децей, які ўжо были. Але гэта спроба, як мы ведаем, не отрымалась, патаму што Михай Романюк народзіўся і ўсё своў жыцё свяржаў, што гэта бэла недарма. То ўсё, што ўн зарабіў, ўн доказав, што яго народжэння было важным для света. Гэта спроба, што ўсё свяржаў, Суўржаў, што гэта бэлго, што гэта бэлго, што гэта бэлго, што гэта бэлго. Невысокого роста, далеко не богатырского телосложения, но очень подвижно, енергично, он заражал своей энергией всех окружающих. Он был человеком очень открытым, добрым и доброжелательным. И всегда стремился во всем разобраться и всем помочь. Заботы, хлопоты, вечно дела в академии, экспедиции, командировки, работа в журнале, дела и дела. Но ведь еще была семья, и вот за все, что происходило в семье, отвечала его жена Наталья Михайловна Соколова. И Наталья Михайловна должна тоже была везде успевать, потому что человеком она была в профессии творческой, архитектор. Их семейная жизнь была, если можно так сказать, разная, как, впрочем, и у всех, но вместе они были 30 лет. Сын Денис, издатель, художник, фотограф. Дочь Олеся закончила кафедру истории и теории искусств Белорусской академии искусств. Свою последнюю награду Михаил Федорович Романюк, а точнее почетное звание «Человек года» получил в 1996 году. Работа, 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 так и жизнь прошла. 4 сентября 1997 года Михаила Федоровича Романюка не стало. Онкология. Ему было 53 года. В последние недели своей жизни, даже в последние дни, испытывая страшную боль, находясь под воздействием наркотических медикаментов, он продолжал диктовать жене и сыну главы своей последней книги, которая называется «Белорусские народные кресты». Какое странное совпадение в названии книги слова «крест». Совпадение, случайность, а может, знак судьбы. Эта книга издана его сыном Денисом, как, впрочем, и в будущем будут изданы и другие его книги. «Белорусские расписные ковры», «Белорусские расписные кофры», «Белорусский национальный костюм». И еще об одном совпадении, и, наверное, счастливом хочется сказать. В 2006 году на международной книжной выставке в Москве книга, изданная Денисом Романюком «Чернополь», была отмечена Гран-при. Это высокая награда. Я хочу напомнить вам, что в 1981 году в СССР был издан первый альбом «Белорусская народная одежда» Михаилом Романюком. Это счастливое совпадение, и все повторяется. И пусть таких счастливых повторений и совпадений будет как можно больше. И пусть все это будет достойно его памяти. Памяти Михаила Федоровича Романюка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok